Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева завершился масштабный ремонт общежития. С выше 10 тысяч школьников Карачаева-Черкесии принимали участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности в этом году. Далее об этих и других темах подробнее. Карачаева-Черкесия Рашид Тимрезов в Нальчике принял участие в совещании, посвященном дополнительным мерам по обеспечению безопасности в регионах Северокавказского федерального округа, которое провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с участием полномочного представителя президента страны ВСКФО Юрия Чайки, глав регионов Северного Кавказа и представителей федеральных министерств и ведомств. Основное внимание уделено предупреждению экстремистских проявлений и реализации антитеррористических мероприятий. Подробно обсуждены вопросы противодействия планам Запада внести раскол в российское общество, обостряя межнациональные и межконфессиональные противоречия. Рассмотрены меры по нейтрализации провокационных действий зарубежных спецслужб, пытающихся использовать общественные и религиозные объединения, национальные диаспоры и иностранных трудовых мигрантов для инспирирования националистических и сепаратистских настроений. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства страны Марата Хуснулина. Вице-премьер правительства России подчеркнул задачу сохранить и даже укрепить показатели прошлого года. Он отметил, что данная работа в Карачаево-Черкесии ведется планово и системно. В республике в текущем году в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также государственных программ ведутся мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству 212 объектов. Рашид Темрезов сообщил на заседании, что в регионе реализуется один проект с привлечением средств инвестиционного бюджетного кредита. Это переходящий объект. Он включает в себя строительство 18 километров новых горнолыжных трасс в Донбай и реконструкцию 16 километров трасс. Сегодня во Дворце культуры Черкеска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Подробности сообщила заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова. В ходе ярмарки вакансий будут работать столы, на которых будут представлены промышленные предприятия, плюс учебные заведения будут делать свои стенды и представлять свою информацию. Будет проходить такое креативное общение мозговых штурмов и мы будем обсуждать возможности развития промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей народного хозяйства республики. И хотелось бы обратить внимание, что ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых может быть возникает такая необходимость найти новую работу. И мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности такие, как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться. Республика. Жители республики смогут пройти переобучение и выбрать специальность на основе своих предпочтений в рамках программы «Организация профессионального обучения и дополнительного образования безработных граждан», включая обучение в другой местности. В случае, если гражданин затрудняется в выборе профессии, ему помогут специалисты центра занятости. В рамках услуги гражданину подбирается рекомендуемый перечень профессий для обучения. Подробности сообщила начальник отдела профориентации и профобучения центра занятости города Черкесска Наталья Пожидаева. Услуга оказывается в том случае, если гражданин утратил способность к выполнению, допустим, работы по имеющейся профессии, или же он желает стать более конкурентоспособным и приобрести новую профессию. Для оказания этой услуги он обращается в службу занятости, и уже непосредственно специалисты нашего отдела профориентации и профобучения знакомят его с перечнем курсовой подготовки, по необходимости проводится с ним работа по профориентации, возможно провести тестирование, определить его профессиональные склонности и выбрать уже непосредственно специальность, по которой желательно гражданину данному пройти обучение. Обучение будет проходить только в том учебном заведении, с которым уже служба занятости заключила договор. Я могу сказать, что в прошлом году у нас прошли обучение 89 человек, из них были женщины, которые находятся в декретном отпуске, 6 человек. У нас прошло обучение пенсионер, который стремился возобновить трудовую деятельность. У нас были 6 человек инвалидов молодого возраста, у нас были 76 человек из числа безработных граждан. Глава Республики Рашид Тимрезов подписал два указа. Согласно первому, 21 апреля текущего года праздник разговения Ид-Альфитер у Роза-Байрам объявлен нерабочим днем. Второй документ утверждает еще один нерабочий день – 24 апреля, день памяти усопших. По традиции, на Радоницу 22 и 23 апреля с 8 до 18 часов, 24 апреля с 8 до 13 часов, жители Черкеска смогут бесплатно воспользоваться специально выделенным транспортом по маршруту Комсомолец-Микрорайон-Юбилейный-Городское православное кладбище. Всего будет задействовано 25 автобусов. В выходные дни в городе будут усилены меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового скопления людей. Этой весной на срочную службу вооруженные силы России отправятся около 80 юношей из республиканской столицы. Как и в предыдущие годы, учитывается физическая подготовка, состояние здоровья новобранцев, а также высшее и среднее специальное образование, наличие военно-учебной специальности, полученной в ДОСАФ. Служить в течение года призывники будут в различных округах и войсках России. В зону проведения специальной военной операции они направляться не будут, отметили в военкомате города. Всего Карачаево-Черкесия направят в армию в весенний призыв 2023 года около 400 человек. Военно-комиссариат Черкеска также проводит отбор граждан, прибывающих в запасе, желающих заключить контракт с вооруженными силами России. Черкесск принимает участие во всероссийском онлайн-голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в следующем году. Мэр города Алексей Баскаев призвал горожан активно участвовать в рейтинговом голосовании, организованном в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Республиканский центр на голосовании представит два общественных пространства – сквер на улице Красноармейской и Покровский парк. Выбрать, какое из этих мест нужно привести в порядок, в первую очередь, жители города старше 14 лет смогут с 15 апреля по 31 мая. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2024 году. Проголосовать можно на сайте 09.городсреда.ру, а также с помощью волонтеров, которые будут дежурить в МФЦ и местах большого скопления людей. 14 апреля во всех населенных пунктах Усть-Жгутинского района состоится масштабная генеральная уборка. Хозяйственные службы выполнят масштабную работу по уборке дворов и улиц, тротуаров и обочин дорог. Коммерческие предприятия приведут в надлежащий вид прилегающей территории. В этот день будут организованы работы во дворах и парках, на территориях школ, на предприятиях и в учреждениях. Участниками региональной акции генерального уборка в Усть-Жгутинском муниципальном образовании в прошлом году стали более тысячи человек. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева завершился масштабный ремонт общежития. Капитальный ремонт двух корпусов на 700 мест проводился впервые за более чем 40 лет. По словам ректора вуза Таусултана Усть-Денова, уже начали расселять студентов. Около половины проживающих в общежитии – иностранные студенты. Ремонтные работы коснулись и столовой на 300 мест. В целом во всех зданиях заменены системы отопления, энергоснабжения, проведены внешняя и внутренняя отделка. Ремонт жилых комнат, санузлов, коридоров, заменены камеры наружного и внутреннего наблюдения. А также обновлена противопожарная система, сантехника, отремонтированы подвалы, осуществлена замена окон, дверей и кровли. На эти цели направлено более 230 миллионов рублей. В региональном министерстве по делам молодежи прошел тренинг по командообразованию для сотрудников ведомства. В первой автономной некоммерческой организации «Моя карьера» спикером выступила консультант отдела регионального взаимодействия Росмолодежи Ирина Пермякова. Мероприятие было направлено на сплочение коллектива, улучшение навыков общения, доверия и сотрудничества. По итогам семинара участники поделились своими впечатлениями от проведенных игр и сделали выводы, которые позволят повысить уровень компетенции. Министр по делам молодежи Республики Ибрагим Татаркулов рассказал о предстоящем форуме «Махар-2023». В этом году он получил статус Всероссийского форума. В 2008 году он создавался как летняя школа-семинар для отечившихся в учебе и общественной деятельности студентов университета. «Махар» с каждым годом обрастает новыми участниками и хорошими традициями. В этом году в форуме могут принять участие 300 человек из 30 регионов России. На площадке форума также пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов, сообщил Ибрагим Татаркулов. На территории Карачао-Черкесской Республики будет организован и проведен Всероссийский форум. Это форум «Махар» традиционный, который на территории Карачао-Черкесии проводится уже аж с 2008 года. В прошлом году в партнерстве с Карачао-Черкесским государственным университетом был организован и проведен данный форум Министерством по делам молодежи Карачао-Черкесской Республики. В прошлом году он получил статус Северокавказского. Благодаря высокой степени эффективности реализации форумного мероприятия, Федеральное агентство по делам молодежи России рассмотрело наше предложение о том, что форум «Махар» получил статус федеральной форумной площадки. В этом году будет принимать участие на форуме «Махар» более 300 участников, не менее чем из 30 регионов Российской Федерации. Здесь следует отметить, что на площадке форума будет также организован и проведен всероссийский конкурс молодежных проектов. Также следует обратить внимание, что он также будет всероссийским. И, безусловно, для нас это является большим достижением, потому что это впервые на территории Карачао-Черкесии. И, если я не ошибаюсь, впервые в истории Федерального агентства по делам молодежи за два года форум сначала получил статус окружного, а после – федерального. То есть это тоже достаточно показательно с точки зрения деятельности органа исполнительной власти, отвечающего за государственную молодежную политику на территории Карачаевской республики. С выше 10 тысяч школьников Карачаева-Черкесии приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности в этом году. Это на 25% больше показателя за 2022 год. По данным отделения Банка России по Карачаево-Черкесии, самыми активными оказались учащиеся школ Черкеска, Прикубанского и Узюутинского районов. Ребята отлично справились с заданиями, связанными с уловками мошенников и выявлением слабых и сильных сторон в деятельности предприятий. Чуть сложнее дались вопросы выбора страховки, которые были включены в программу «Впервые» и выстраивание производственной цепочки. Бесплатные военно-исторические экскурсии будут организованы для школьников и студентов колледжей в Карачаево-Черкесии по программе «Дороги Победы». В этом году она будет запущена у нас впервые, что позволит школьникам и студентам в возрасте от 7 до 18 лет включительно бесплатно отправиться на военно-исторические экскурсии. По проекту запланировано два маршрута на территории региона. Первый – «Оборона Кавказа» предполагает посещение музея-памятника защитникам перевалов Кавказа, связанной с одной из ярчайших страниц героической летописи Великой Отечественной войны. В августе 1942 года на перевалах Карачаева развернулись ожесточенные бои. Участникам также расскажут о героях советской армии, защищавших города Кавказа. Темой для обсуждения в ходе маршрута «Мы помним» станет жизнь Карачаева-Черкесии в годы Великой Отечественной войны. Дети смогут посетить государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник имени Марии Байчоровой. В музее действует выставка «Годы, опаленные войной», отражающая историю каждой семьи в период военных действий. Жители Карачаева-Черкесии смогут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Что для этого необходимо и куда стоит обращаться, расскажет начальник Центра инноваций социальной сферы Джемеля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаева-Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инноваций социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр мой бизнес по улице Ленина, 53, Центр инноваций социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. Жители и гостей республиканской столицы приглашают на традиционную весеннюю республиканскую ярмарку. Она пройдет 15 апреля на площадке рядом с гипермаркетом «Лента» на улице Ленина, 387. Посетители ожидают разнообразной продукции от местных производителей, торговых компаний соседних регионов по ценам ниже рыночных на 15-20%. Это продукция пчеловодства, кондитерские изделия, выпечка, молочная и мясная продукция, рыба и деликатесы, овощи и фрукты, саженцы и семена, сухофрукты и орехи, швейные и трикотажные изделия, посуда и многое другое. Специально для гостей мероприятия будут выступать творческие коллективы и артисты государственной филармонии. Делегация регионального Министерства промышленности, энергетики и транспорта приняла участие в работе выставки «Мягкое золото России» в Пятигорске, а также выставки и армарки народных и художественных промыслов «Сокровища Кавказа». Это крупнейшее отраслевое мероприятие в России и странах СНГ. Традиционно в мероприятии принимают участие сотни производителей со всей России и за рубежа и тысячи представителей торговых организаций, известные дизайнеры и эксперты фэшн-индустрии, в том числе представители легкой промышленности Карачаевой Черкесии. Участники затронули вопросы развития, поддержки предприятий легкой промышленности, взаимодействия в сложившихся экономических условиях с внешним рынком, а также сотрудничества с маркетплейсами, тенденции развития моды и т.д. В Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-заповеднике открыта для посещения экспозиция «Дом музыки». Она создана из материалов фондов музея-заповедника и музыкальных инструментов, подаренных музею частными лицами. Подробности сообщила заведующая сектором современной истории Государственного музея-заповедника Ирина Джигутанова. Музыкальные инструменты карачаевцев, черкесов, абазин, нагайцев изготовленные местными мастерами. Флейты, скрипки, барабаны, трещотки, национальные гармоники и музыкальные инструменты, бытовавшие в семьях жителей Карачаева-Черкесии. Физгармония, колесная лира, балалайки. Также представлены афиши, рекламирующие значимые события в культурной и музыкальной жизни народов Карачаева-Черкесии. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности впервые зазвучали на национальных языках Карачаева-Черкесии. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК Карачаева-Черкесия. Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по Карачаевой-Черкесии Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции национальные языки – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК Карачаева-Черкесии. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачаевой-Черкесии ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 6,11 м в секунду, при паровых 15-20 м в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов. В горах местами плюс 4,9, свыше 2000 метров лавина опасна. В Черкесии без существенных осадков ветер западный 6,11 м в секунду, днем порывы 15-20 м в секунду, а столбик термометра поднимется до 16 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До новых встреч!